Хотели как лучше, а получилось как всегда. Это при ремонт дома на улице Котовского в Новосибирске. Вместо обновления пожарного выхода его просто заколотили. Замена линолеума завершилась обдиранием плинтусов, а душевые комнаты подрядчики доделывают лишь по доброте душевной. Денег в новом году они не видели. Александр Попов расскажет подробнее. Год назад мы уже снимали сюжеты состояния пожарного выхода и козырьков бывшего общежития. Вот так их отремонтировали. А вместо замены дверей просто повесили замки. Внимание, пожарный выход. Он на замке. В случае, не дай бог, какого-то ЧП люди никуда не смогут выбежать. Потому что здесь все закрыто, как должны были стоять обещанные двери, что люди могут зайти или выйти. Здесь нет ничего. Решив эти проблемы, в прошлом году муниципальная управляющая компания взяла на себя новые. Сделать ремонт душевых, заменить линолеум, полностью обновить коридоры. Однако и здесь что-то пошло не так. Второй год ждут окончания ремонта жителей дома номер 18, дробь 2 на улице Котовского. И действительно, подрядчики активно начали. К новому году сулили завершение работы, однако денег выделялось все меньше. И последние месяцы строители трудятся на одном энтузиазме. Пердавси, один из работников подрядной организации, сетует, что деньги за проделанную работу не видят уже пятый месяц. А стройматериалы для душевых комнат его брат покупает на свои. Все равно хочешь, не хочешь, если начинай, надо заканчивать. Если не заканчивай, еще не будут платить они. Мы думаем, сейчас как-то сделаем, сейчас деньги начинают, что материал нет у них, как-то что-то делать. А если бы деньги выделяли, то уже бы все тут? Конечно, давно мы закончили. Люди видят, мы 2-3 часа работаем, и все домой. Вот в таком виде теперь находится канализация. Менять линолеум, говорят жители, лучше бы не начинали. После обдирания плинтусов работа встала. Ну а ремонт электрики обычно заканчивается распутыванием проводов. Это на каждом этаже находится. То есть вместо кабель канала у нас висят провода. На каждом этаже. То есть мы ждем, когда у нас произойдет какое-то замыкание. Теперь сроки окончания работ не знает никто. То подрядчики пожимают плечами, а управляющая компания отмалчивается. Вот этого никто не знает. Заехали, обрадовались мы, конечно. Но потом что-то все хуже и хуже. То приходили, то уходили. В АО «МУК» с нами согласились общаться только через официальную переписку. Поэтому к теме многострадального ремонта общежития мы еще вернемся в ближайших выпусках. Александр Попов, Алексей Баженов. Новости ОТС.